Здравствуйте! Изен! Как ночевали? Ну и слава Богу! С вами Васильевич. Будем сегодня обжаривать вот такую вот колбаску. Называются еще по-другому они купаты. Дальше покажу вам. Вот нагревалась сковородка у нас. Вот я выкладываю. Вот выложили и будем мы зажаривать с обоих сторон. Переворачивать с одной стороны и со второй, чтобы было зажарить. И прикроем крышкой, чтобы у нас прокрывало все это, готовилось. Протыкать я не стал шкурку, вот эту вот. А почему не стал? Потому что хочу, чтобы внутри было все сочно, чтобы не выпаривалось вот это вот, когда протыкаешь, она обжимает и получается суховат. А так будет нормально. Ну, в конце готовки мы посмотрим. Пока жарится, мы налили водички. Берем соли, подсаливаем нашу водичку. Вот. Подсаливаем и ставим на огонь. Ставим на огонь. Включаем. Ну и смотрим мы здесь история наше. Вот. Сейчас мы перевернем. Во. Зажаривается. Так. Что-то надо. Что-то задумано. Так. Наливаю. Сырые. Чтоб сырые не были. Ждем закипания воды и будем итальянскую, итальянскую такую пасту делать. Паста. Паста у нас называется... Думайте как. Дал я вам прочитать. Каватали. Каватали у нас. Скроем. Оценив. Ох. Ой, эта киса попросила. Говорит, а не-не-не посмотреть. Надо же... Ой, италья-то, италья. Упаковывать не как у нас. вот вот такие вот видите красота красота но вот зажали зажарили зажать да и берем и выкладывает вот так получилось отставил пойдем к столу отнесем видите как красочно зажаристо закипит ну вот смотрите как я и говорил разрезал одно что получается сочная вкусная не сухие собой сторон обжарены вообще и сейчас мы по краю сделаем вот это вот макарошки итальянские выложим гарнир вот эту пасту называют они и будет очень вкусно хорошо еще и добавлю туда чесночку вот вместе с чесночком вообще обалдеть будет водичка у нас закипела теперь пасту мы берем и спускаем хватит полная разваляться еще вот помешивая помешивая и варим видите уже там на донышке осталось а маленького водится кипит в этот момент я сбрасываю масло сливочного вот я уже накрошил вот зелени но землет в последнюю очередь и наш чесночок на чесночок все сбрасываю и берем ложку все это мешает вы видите что воды почти нету это все размешиваем сейчас растает еще размешаем и у нас паста пасту нашу свареную то есть видите то получилось у нас чесночком маслица как бы подлива еще я перемешиваю вот так вот перемешиваю как бы в подливе что и беру насыпаю сюда в блюдо наше мой запах чесночка колбаски красиво хорошо будет самое главное питательно италия где ты наша италия а вот она на болиоде ну повара великие изобретали вот это вот там в италии у них разнообразность вот это макаронных изделий очень большая вот скорее всего наши предприниматели еще вот эти вот взяли у них изготовление макаронных изделий вот так ну вот ребята девчата получается у нас а получается что красиво получается красиво получается и что-то я смотрю серии того что у нас гнездо получается гнездо вот из таких итальянских макарошек итальянская паста смотрите какая красота и вся паста у нас здесь на блюде наше вот так вот уберем откроем наше гнездо точно гнездо смотрите видите вот я даже развернула повернула от красота какая гнездо теперь у нас что укропчики зелень ну не пропадать же ему возьмем вот так вот малеха нанесем обозначим что это именно гнездо все скушается все будет красиво хорошо вкуснятина а ну почему бы нет сибиряки готовить тоже видимо умеют не знаю вот видите кто-то приготовил а я показываю вам где-то так кушайте если кто кушает сейчас приятного аппетита вам вот где-то так вот в сторону готово оценивайтесь оценивайте не ругайтесь ну получилось где-то так берите что-то фантазируйте и будет вкусно хорошо на этой нотке я буду заканчивать будем дальше снимать простые обыкновенные блюда записывайтесь на канал youtube бородатые рецепты васильича это кто только зашел знаете мой канал я вот нет нет готовлю готовлю как некоторые говорят не учу ну а для себя вот как я питаюсь что я делаю и каким образом где-то что-то берите свою лепту вносите и готовьте голодными не будете но будет очень вкусно хорошо ну все пока пока